друзья так как я сегодня нашла данный жакет в японском журнале поэтому мастер-класс будет посвящен разбору этого рельефного узора обязательно подписывайтесь по ссылке в закрепленном комментарии на мой телеграм-канал и ищите мои ролики под логотипом ваша лизания в интернете мы начинаем узор формируется с изнаночной стороны 1 ряд раппорта кромочная петля 4 изнаночная 3 4 далее так 1 изнаночная затем изнаночная с дополнительным накидом внутри еще одна изнаночная с 2 накидом внутри и завершаю раппорт 1 изнаночной петлей по факту все петли изнаночные теперь у нас второй ряд раппорта петли симметрии я провязала скрещиваю две петли между собой так чтобы вторая где я предварительно раскручиваю накид осталось перед работой а 1 за работой перекрестила и каждый из петель лицевой провязала со следующей двойкой проделываю то же самое но наоборот 1 петля где раскручиваю накид остается перед работой 2 петля за работой каждую из петель провязываю лицевой завершаю раппорт четырьмя изнаночными петлями Это второй ряд. Третий ряд раппорта вяжем как первый, но меняем позиции петель в шахматном порядке. Итак, сначала кромочная петля, далее 1 изнаночная, затем изнаночная с дополнительным накидом внутри, еще 1 изнаночная с доп. накидом внутри, далее изнаночная, просто изнаночная петля и завершаем раппорт 4 изнаночными петлями. Друзья, четвертый ряд окажется заключительным. Вы уже поняли, что я мыслю четверками, но при этом раппорт по длине составляет 8 петель. Итак, четвертый ряд. Начинаю с 4 изнаночных петель. 2, 3, 4 и далее так скрещиваю 2 петли между собой, так чтобы первая осталась за работой, а длинная петля перед работой. Перекрестила петли, каждую из петель провязала лицевой. И еще раз, только наоборот. Первая, которая длинная петля, у нас остается перед работой, вторая за работой. Также довязываю эти петли лицевыми. Все, друзья, на этом я завершаю мастер-класс. Обязательно сохраните ролик в своей копилке. От вас жду лайки, позитивные комментарии. Всем желаю отличного настроения.